Полвека назад в России не было авиационной промышленности, как не было автомобилестроения, производства тракторов и многого-многого другого. Как трудно это представить сегодня. Реактивный лайнер Ил-62 уходит из Шеренетьево курсом на Париж. Девятьсот километров в час. Исправно работают автоматы, обеспечивая безопасность полета на любой высоте. Три с небольшим часа в воздухе и рейс подходит к концу. Включен реверс, возникает обратная тяга двигателей, срабатывают тормоза и огромная машина останавливается, пробежав по земле всего восемьсот шестьдесят метров. Интерес корреспондентов легко понять. Двигатели столь мощны, что даже если два из них выйдут из строя, самолет может продолжать путь. Совершенные аэродинамические формы, эффективная взлетно-посадочная механизация крыла. Все вызывает восхищение. Особенно поражает вместимость корабля. Два пассажирских салона принимают сто восемьдесят шесть человек. И даже в туристском варианте, когда кресла расставляются просторнее, самолет берет сто шестьдесят восемь пассажиров. Не забыто и об удобствах для малышей. Предусмотрено все, чтобы путешествие было приятным. Ведь дальность беспосадочного полета корабля более девяти тысяч километров. Почти четверть земного экватора.